Всем привет! Меня зовут Алена, и я фронтенд-разработчик. И в этом видео я хочу рассказать о том, как задеплоить свое приложение на GitHub Pages, как создать pull-request и как увидеть вообще свои изменения не только локально, но и на задеплоинной версии. Это видео также включает обычное приложение HTML, CSS, JS без веб-пака и приложение с веб-паком. Когда вы заходите в свой приватный репозиторий, изначально без тасок в нем есть две ветки всего. Можно убедиться, посмотрев на GitHub профиль и ваш репозиторий. Здесь есть ветка main и GitHub Pages. Ветка main остается пустой с двумя файлами gitignore.id.me до конца курса. В нее мы ничего не мержим, но в нее мы создаем pull-requests для проверяющих, для менторов, для того, чтобы они смогли увидеть изменения. GitHub Pages ветка нам нужна для деплоя. То есть сюда мы заливаем какие-то папки, файлы для того, чтобы они задеплоились, чтобы их потом увидеть. Ну, я думаю, что, наверное, нужно продемонстрировать. Значит, в первую очередь мы заходим в свой приватный репозиторий, обязательную ветку main. Она у нас, можно сказать, пустая. И делаем, креетим новую ветку для нового задания. Для этого мы делаем команду git checkout минус B. И название таски и название ветки. Они должны совпадать. Ну, соответственно, давайте назовем как, например, firstTask. И здесь мы создаем папочку с названием, таким же, как и название ветки, такое же, как и название таска. FirstTask. Все. В этой папке мы введем нашу разработку. Там может быть большая вложенность. Например, там могут быть картинки. Там может быть какие-то шерифты, HTML, CSS, JS и так далее. Все то, что вам нужно для разработки. Но важно, чтобы у нас файл индекс.html находился на самом верхнем уровне. Все остальные могут быть уже какой угодно уровнем вложенности. Значит, индекс.html создаем. И давайте здесь напишем hello.github. Собственно, наше первое приложение. Которое мы задеплоим. Ну, и вот, собственно, все. Я думаю, нам для первого приложения этого достаточно. Значит, следующим шагом нужно закоммитить наши изменения. Для этого мы делаем команду git add-a. Git commit минус m. Пишем сообщение. В данном случае. Как бы только заливаем наш первый commit. Поэтому это initial commit, start task, start project. И делаем git push. Если у вас эта ветка была до этого не запаблишена, значит, нам нужно сделать команду git push setup stream origin и название ветки, как по названию таски. Если вы это уже делали, значит, первый раз, значит, следующие разы нужно сделать просто git push. Делаем данную команду. И переходим на github. Значит, переходим в вкладке pull requests. Создаем два pull requests. Один из first task в github pages. Здесь можно ничего не описывать в данном случае, потому что мы просто create merge. и второй pull request мы делаем из first task в main. Здесь мы уже описываем название таска. И здесь какой-то description. То есть все по документации здесь вы описываете. Например, score, там, не знаю, 15 из 15 мы, например, выполнили. И здесь уже описываете ссылку на deploy, ссылку на task и так далее. Все как по документации. Что еще из важного? Здесь вот можно добавить ревьюеров. Если у вас есть, например, ментор, и вы хотите, чтобы он получил уведомление, что вы хотите запросить у него ревью для этой таски, то вы можете добавить сюда в ревьюеры гитхаб вашего ментора. Create pull request и не merge. То есть он остается висеть вот так вот до конца курса. Вот здесь. Все. Значит, давайте проверим. У нас в main ничего нет. Висит pull request. В first task все так, как мы и закоммитили. И в github pages у нас тоже, он был пустой, появился first task здесь. Для того, чтобы увидеть свой диплой, мы можем зайти вот сюда, где environments, в github pages. Нажать на кнопку view deployment. И вот здесь вот написать название таски, название branching, соответственно, они одинаково называются, должны одинаково называться. и название папки в github pages. Соответственно, у нас название first task. Чего-то пишем. И мы видим наш первый диплой. Вот, собственно, в принципе, так легко и просто диплоится задание на github pages для проекта без випака. Теперь проект с випаком. Значит, первым делом, что нам нужно сделать, перейти в веточку main и сделать git pull на всякий случай. То есть это команда для того, чтобы засинкать наши изменения. И я вам ее рекомендую делать вообще при каждом переключении с ветки на ветку. Так, и дальше мы из ветки main делаем, креативим новую ветку по названию нового таска. git checkout минус b. И название таска у меня есть готовый таск, небольшой таск с випаком. Он там про фильмы. movist task или movist up, можно написать. Переключаемся. Вот здесь мы можем увидеть, что мы переключились. Креатим папочку с таким же названием. movist up. И что важно для deploy с випаком, нужно именно перейти в нее. То есть мы сейчас находимся в папке репозитория. Нам нужно зайти именно в эту папку разработки. В принципе, в нее можно всегда заходить. Даже если у вас нет випака. То есть разрабатывать прямо из той самой папки, нежели чем из репозитория. Но для випака это как бы обязательно. Так, и я возьму файлы. Вот у меня есть файлы с заданием. И я их вот сюда добавлю. Так, они добавились. Значит, первым делом, что мы сделаем, это мы сделаем npm install. install для того, чтобы затянуть себе нот-модули. Это для моего приложения. То есть вы будете просто разрабатывать в этой папке. Я думаю, что у вас с нот-модулями будет все хорошо. И дальше мы делаем… Обязательно нужно сделать команду npm run build для того, чтобы задеплоить. То есть вот мы разработали. Мы хотим задеплоить npm run build. Да, у нас создается папочка dist, в которой у нас лежит бандл. И какие-то еще могут быть картинки здесь. То есть вот это вот все, как бы наш финальный бандл для проекта. Значит, он у нас не закоммитается, потому что в нашем репозитории, в gitignore прописана папка dist, как игнорить ее и не пушить ее, не коммитить. То есть как бы, чтобы она не закоммитилась ни в коем случае. Таким образом, мы делаем коммит без нее. То есть пока мы просто в ветку MovisApp, в ветку разработки вашего приложения, добавляем все то, что вы разработали здесь. Без dist он не закоммитается. git add-a, git commit-m, fit implement, implement main page, git push. Опять же нужно запаблишить нашу ветку через команду setupStreamOrigin первый раз. Да, и я сейчас покажу, что папка dist.not.module, они не закоммитились. Так, давайте обновим. Вот появился 4 бранча. Четвертый бранч у нас MovisApp. Делаем pull request. Первый pull request мы делаем в GitHub Pages. Да, здесь же мы еще dist не добавили, поэтому мы делаем pull request из MovisApp в main первый. create. В main, как вы помните, здесь нужно писать description заданию. Create, ревьюеров добавляем, если нужно, и не мержем. Он остается висеть здесь. Теперь, чтобы задеплоить, нам нужно сделать следующее. Да, и я еще хотела показать, что у нас в MovisApp здесь нет папки dist и not.module. Это благодаря файлу gitignore. Так, и следующее, что мы должны сделать, это мы должны перейти в GitHub Pages. То, что не закоммитовалось, оно у нас здесь висит. И из папки dist, то есть мы перешли в GitHub Pages, мы находимся в репозитории, в приватном личном репозитории, и в папке MovisApp. То есть если вы находитесь вне папки MovisApp, перейдите в папку с заданием, перейдите в папку с заданием. И из папки dist берем все файлы, которые у нас здесь есть, и переносим на уровень выше. То есть вот сюда. Move. Папку dist можно удалить. Да, соответственно, мы увидим, что в GitHub Pages у нас 7 изменений. Мы коммитаем прямо в GitHub Pages. git add –a. git commit –m fit add –bundle for MovisApp. git push. Здесь setup stream делать не нужно, потому что у нас GitHub Pages уже было запаблишено. И, соответственно, вот он просит сделать git pull, потому что у нас не засинка на изменения. Сначала делаем git pull. Но лучше это делать, конечно, в самом начале, когда вы переключаетесь на ветку. И делаем дальше git push. в гитхоп pages в папке MovisApp лежит финальный бандл. Давайте посмотрим на это. Значит, переходим в ветку GitHub Pages. MovisApp. Вот финальный бандл. А в MovisApp у нас и лежат исходники. Вот. И, соответственно, чтобы увидеть deploy приложения, мы заходим в GitHub Pages, view deployment, и здесь пишем MovisApp. Да, еще такой важный момент. Не всегда deploy происходит быстро. Иногда нужно до 5 минут для того, чтобы увидеть свои изменения. MovisApp. Так, правильно я написала. Все вроде бы правильно. GitHub Pages. Давайте немножко подождем. Не всегда deploy идет очень быстро. Это зависит от величины приложения. И все так же. Да. Хорошо. suite. Спасибо. Ну да, вот спустя какое-то время, соответственно, приложение уже задеплоилось, и мы можем его видеть, и мы можем взять эту ссылку на Deploy и добавить ее в Pull Request Moves Up, которая в Main, в ветку Main, вот сюда в Description, сделать Edit, добавить Deploy, ссылка на Deploy, вот такая. Вот, соответственно, как-то так. Я надеюсь, что это видео было полезно. Если есть какие-то вопросы, можете писать в комментариях либо мне в Discord. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы сможете задеплоить свое первое приложение. Всем пока!